Да, привет. Ну я не политик, друзья, вы знаете, но я за мир в мире, за мир самим собой, и чтобы каждый находил в душе своем умиротворения и освобождался от стрессов, комплексов, стереотипов и думал своей головой. Вот почему я с этого начал, потому что там идет Карабах, я знаю эту проблему. Я сам лауреат премии Ленинского комсомола Армении, и при этом с фамилией Алиев. Такого вообще не бывает, но такое есть, это факт. Потому что я жил и в Армении, я помню эту ситуацию, когда из Абавяна, где было наше предприятие, позистр, завод Сириус, ребята, которые там в Армении, и русские ребята тоже. Вот Валерий, мой друг, например, он собирался ехать на войну туда, за Карабах. Ну, я знаю эту ситуацию, но я жил в Дагестане, и знаю, как много национальной семьи были в Дагестане, и жили в мире, и в дружбе. Поэтому я как раз таки и создал школу Человек Будущего, чтобы было меньше кризисов и войн на планете. Ну, вот же ситуация какая. Я думаю, что там происходят события, и мы попали в рог этих событий, в эту волну, и никто не понимает до конца, как на самом деле там себя вести. Идти воевать или не идти воевать. Но я думаю, каждый должен думать своей головой. Для этого научитесь, друзья, кто бы вы ни были, в Армении, или в Азербайджане, или в Дагестане, или в Чикаго, или в Италии, научиться думать своей головой. Для этого надо научиться сбрасывать стрессовые напряжения, выходить на состояние внутреннего покоя, состояние от решенности эмоциональной, от ситуации. Чтобы вы могли подумать, без того, чтобы быть задействованным в каком-то впечатлении. Я тоже эмоциональный человек. Могу в силу какой-то эмоции, или, допустим, посмотрел какой-то фильм, и тут же загрузился, и сделал какие-то оценки. Не надо, это же такой серьезный вопрос. Думайте своей головой. Для этого освобождайтесь от суеты мыслей в голове. Освободитесь. Хотя бы пять минут в день, чтобы вы оставались самими собой, вы должны иметь в голове свое личное время. Ну и, конечно, я вам хочу напомнить. Нет, нет, не про ключ. Но не хотите, не занимайтесь ключом, хотя это построено на ваших собственных инстинктивных реакциях, которые защитные реакции, которым вы снимаете напряжение в жизни. Просто не обращали на это внимания. Я просто вам это рассказываю, вы потом делаете из них упражнения, несколько раз повторяете, становитесь осознанными. Нет, нет, я сейчас не об этом. Я сейчас о том, чтобы вы все-таки вспоминали себя, какими вы были в детстве, о чем мечтали и занимались хотя бы время от времени. Любимым делом. Потому что, когда вы находитесь в любимом деле, вы тоже находитесь в этом состоянии, когда вы являетесь сами собой, как в детстве, когда они играли. Вот мне вчера рассказали, я когда маленькая была, я, говорит, сажусь, куклы раскладываю там на диванчике. И я сейчас уже взрослый, говорит, моделирую эту ситуацию. Я, говорит, сажусь на диванчик и мысленно куклы эти раскладываю. И вдруг у меня град слез. Правильно, разгрузка идет. Правильно. Поделайте вот так несколько раз. Вспомните счастливый случай в детстве. Смоделируйте его. Знаешь, как это моделировать? Это сыграет роль такую, как в детстве. Вот вы берете счастливый случай из детства. Я уже где-то на ютубе, вы смотрите мои ролики, я на ютубе рассказывал, как я в детстве сидел под столом и водил штурвалом самолет. Но я взрослый, будучи взрослым, сыграл эту игру. Вдруг вспомнил и смоделировал. Это элементы ключ-2. Я смоделировал. Я просто сел, держал руки вот так, вот так вот делал. И стал подвывать даже, типа шум моторов. Я там в ютубе, посмотрите. Вы вообще берите иногда, смотрите в ютубе. В ютубе смотрите мой канал, и вы увидите. Я там делал вот так вот. И вдруг я погрузился в детство, да, на самом этом событии, понимаете. И все стрессы ушли, и я как бы совершил такой триггерно-квантовый переход. Да, потом я сел, пустил мы себя на самотек, и у меня отпустило все напряжения, которые были. Я подумал, вот же оно. Ваша память, в ней все есть, и хорошее, и плохое. Ну, вспоминайте хорошее, но когда вам трудно вспомнить, снимите лишнее напряжение. Потом сыграйте в детскую игру, как вы были в детстве. Потом посидите, пустите мы себя на самотек, это стадия последействия. Ну, смотрите, или книжку мою возьмите «Укращение стресса». Там есть в электронном виде, еще в этом сайте «Стрессу» или «Хосейру», там меню-магазин, там посмотрите «Укращение стресса». Это супер-книжка, ее все читали, просто в бумажном виде нету. Сейчас в бумажном виде будет новая книга. Скоро уже издательство «Стрессы» выпускает. До встречи, друзья. Будьте счастливы. Хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. До встречи. Продолжение следует...